Под информационной безопасностью понимается, прежде всего, интернет-безопасность. В этих локсимерных паутинях есть тысячи сайтов, которые могут нанести вред неокрепшей психике ребенка. В 41-й Владимирской школе уже два года успешно действует проект по контент-фильтрации. Это означает, что все сайты, которые могут нанести вред детям, заблокированы. Даже родители учеников могут попросить внести любой источник негативной информации в черный список. Суть блокировки школьникам объясняет системный администратор Дмитрий Комаров. При попытке зайти на какой-либо сайт, который может нанести вау рент, будь то социальная сеть или сайт, содержащий порнографический контент, вас туда не пустят. В черном списке абсолютно все социальные сети, даже Википедия. А все потому, что редактировать страницы в народной энциклопедии может любой человек. Предугадать, что именно попадет на сайт, невозможно. Пропаганда курения запрещена, потому под запретом даже советский мультфильм «Ну погоди». Во Владимире под жестким контент-контролем более 3,5 тысяч компьютеров. Исключение составляют компьютеры педагогов. Иногда, наверное, случаются такие ситуации, когда нужна какая-то информация, которую можно получить из запрещенных источников, а получить не удается. Ну, я думаю, это легко и решаемо. Можно подойти к преподавателю, и со своего компьютера он позволит что-то взять. 11-ти классники 41-й школы считают, что запрет на негативную информацию вполне оправдан. И в этом есть свои преимущества. Не сидеть много в социальных сетях, лучше почитать книгу какую-нибудь. Работа с таким источником, как книга, всегда, я считаю, более полезна. То есть это, ну, согласитесь, когда вы заходите в интернет, вы можете зайти на какой-то другой сайт, и это отнимет у вас время. Зам. директора 41-й школы Елена Войкина разработала специальную брошюру для родителей. В ней собрана информация о том, как сделать интернет для детей безопасным. Педагог считает, что даже если ребенок не играет в жесткие компьютерные игры, нельзя допускать, чтобы он часами сидел у монитора. Начиная с 11-ти до 16-ти лет, да, когда меняется ребенок физиологически, здесь он меняется и подсознательно очень меняется, и интернет очень воздействует на подсознательную среду, на подкорку ребенка. В интернете есть много бесплатных сервисов, благодаря которым родители могут самостоятельно ограничить доступ к любому сайту. Достаточно изменить пару настроек компьютера, чтобы это работало и дома, без проблем. Мой лучший контент-фильтр – это родитель. Родитель и учитель. Машина, ну, то есть вот эти программно-аппаратные комплексы и средства, они полностью детей оградить от информации не могут. Кстати, по предложению Министерства образования, в апреле в российских школах проведут уроки безопасного интернета. На них будут приглашены и родители учеников. Ирина Начарова, Артем Горчков. Специально для «Оранжевого утра».